Итак, добро пожаловать в разговор с сущностями. Меня зовут Элисон Кокс. И сегодня разговор с сущностями. Я фасилитирую этот класс уже более пяти лет. Я уже не помню. Время для меня не имеет особого значения больше. Я помню, что говорить медленно. Несколько сотен людей на этом зуме со всего мира. Это означает, что сущности со всего мира участвуют. Итак, с чего бы начать? Разговор с сущностями — это специальный класс «Access Consciousness», который создал Гэри Даглас. Это 15 лет назад начались классы с сущностями. О том, чтобы уметь с ними обращаться и взаимодействовать. И теперь разные фасилитаторы ведут этот класс по всему миру. Даже не знаю, во скольких классах, но их больше ста. Итак. Забавная часть про это. Некоторые люди ничего не слышали про сущности. Кто-то что-то знает, а некоторые люди даже знают, как с ними взаимодействовать. Итак, не все сущности одинаковые. Есть сущности в целом, а определение сущности. Итак, сущности — это я, это вы, это работа, семья. Все определения, которые можем сделаться, — это являются сущностями. Бизнес может быть сущностью. Дерево может быть сущностью. Есть духи, призраки, умерших людей. Есть духи Земли, природы, планеты. Есть также демоны, ангелы. В общем, это огромный-огромный список. И это целый мир. И это целый мир, который прямо рядом с нашим, который мы обычно не видим. Но если мы его не видим, это не значит, что его не существует. И что мы не можем с ним при этом взаимодействовать. Даже если вы не имеете понятия, что вы делаете. И даже если вы не знаете, что вы делаете, это даже еще лучше. И взаимодействие с сущностями — это мышцы, которые нужно накачать и нужно понижать свои барьеры. И вам нужно быть вне контроля. Как только вы пытаетесь контролировать результат, с сущностям сложно с вами взаимодействовать, быть вкладом для вас. Если у вас есть ожидания о том, что произойдет, вы тоже заблокируете многое из того, что вы можете получить. Если у вас есть определение, что являются сущности, чем они не являются, тогда вы тоже не сможете взаимодействовать и создавать с ними. Например, недавно я 5 лет этим занимался, и в прошлую неделю я была очень сердита 3 дня. Я была расстроена, я ненавидела жизнь. И все было прям очень плохо. И с деньгами пошло не очень. Ну, в общем, была большая темная туча над моей головой. И я такая, что это? И я не спрашивал о этой сущности или какие-то вопросы. Что это? Просто... Наконец, когда я уже была близко сойти с ума, я спрашивал, это сущности или еще это что-то. Я получил сессию от своего друга. И мы наш выяснили, что у меня сейчас есть точка зрения. Что если это что-то не имеет для меня смысла, то это должно быть плохим. И вопрос, получил ответ, что это да, это сущность. И что эта сущность на самом деле хотела быть вкладом для меня. Хотела быть. А я ей сопротивлялась. И она настойчиво хотела быть вкладом. И задала вопрос, почему я не готов от нее получить. И я получила... Я опустила все свои барьеры. Рассоздала все точки зрения, которые мешают мне это воспринимать. И задал этот вопрос. И я получил энергию гоблина. Это какая-то земная сущность. И у них нет тел, но они сейчас есть в какой-то энергетической форме. И мне нравится играть с сущностями Земли. И они обычно с вами не играют, если вы не готовы быть интересной точкой зрения обо всем, что они вам могут показать. Потому что то, что мы думаем о сущностях, это ограничивает то, что мы можем получить от них. И я пытаюсь выяснить, с чего начать этот звонок. Потому что у кого-то был класс с сущностями, у кого-то не было. Кто-то боится сущностей, кто-то не боится. Может быть, кто-то имеет вопрос, который хочет задать. Моё имя Елена, я из России. Мой вопрос. У меня нет класса разговор с сущностями. У меня есть точка зрения. Если вы просите сущностей что-то вам принести, то вам нужно им оплатить. Что ты можешь сказать по поводу этого вопроса? Это отличный вопрос. Идеальный для начала. В прошлом было столько всяких религий и сект, которые осуждали людей, которые имели способность с сущностями. И так все прошлые жизни, все вот эти правила и всю ложь, которая была имплантирована, и все истории, легенды о сущностях, которые мы купили из прошлого. Это реальность. В этой реальности вам нужно, если вы что-то даете, или кто-то вам дает, то как бы начинает владеть. Если вам что-то дал, то вы должны вернуть. А просто получение не разрешено в этой реальности. А на самом деле настоящее получение – это просто подарок, вклад, который вы получаете, из-за которого вы благодарны. И это то, что возможно за пределами этой реальности. И то, что говорит эта реальность. Люди будут останавливать себя от получения. И они прекращают получение от сущности, потому что про себя они думают, что им что-то придется отдать. И сколько раз вы в жизни пытались… Могли столько дать своей второй половине, но они просто не могли это получить, потому что думали, что будут вам обязаны. И в результате вы не могли дать то, что хотели, и вам приходилось отключать себя. Так, чем больше вы получаете то, что вам готовы дать… И будь то какая-то физическая вещь, типа денег или… Или 50 баночек органического чая, который я получил недавно. Итак, если вы просто получите подарки, которые вам дают, и будете благодарны за них, то это начинает открывать дверь к тому, чтобы происходило еще больше. Практикуйте каждый день. Даже утром вы можете сказать, например, разговариваясь со своей прошлой роднёй, которая уже нет в живых, либо с горами, либо с деревьями, с океаном, с дельфинами, с рыбой, вот с чем угодно, что будет вам весело. Вы можете попроситься, чтобы соединиться с этой сущностью и сказать, привет, что ты можешь показать мне сегодня, что ты можешь показать мне о получении, что можешь сказать об общении, о взаимодействии, о телах, о получении энергии. И просто понаблюдайте, что будет появляться, и вы будете удивлены. Чем больше вы практикуете, тем больше у вас каждый день будет меняться. Спасибо, энергия отличная. Мне очень нравится. Спасибо, отличный вопрос. Эллисон, Эллисон, я могу читать вопрос из русского чата. Я боюсь о зеркале, и о том, что все в этом комнате. И я думаю, что что-то там есть. Как я могу снять с этой сфер? Как я могу остановиться? Как я боюсь о своих зеркалах? Окей. А, Элисон, one moment, I read it in Russian. Так, вопрос из русского зума. Я боюсь темноты и все, что есть в этой комнате, и есть ощущение, что там кто-то есть. Как справиться с этим страхом, как перестать бояться сущности? Это вопрос задан Элисон. Окей, спасибо. Это отличный вопрос. Когда я была маленькой, я всего боялась. Темноты, духов, призраков. Я ненавидел быть одной. Если родители уходили гулять вечером, если я и мой брат спали, и мне было очень страшно. Я воспринимал такое количество энергии в своей комнате, и я знал, что там они есть, но я старался делать это, как будто это нереально, потому что родители обычно говорят, что это все нереально. И я такая, да, кто-то хочет на меня прыгнуть, а это делать нереально. Мне так было странно. И думал, что это очень страшная комната. Если я не убегу по лестнице, то монстры меня схватят. Ну, обычно я считал до трех, чтобы, это шутка. Итак. Итак, много этих штук мы выучили из фильмов от родителей, о том, что призраки страшные, опасные, и что у них больше сил, чем у вас. И когда вы маленький, когда вы ребенок, вы очень все считываете с ваших родителей. и вы идете, и вы схватываете все точки зрения, которые есть у ваших родителей, и делаете их своими. и вы так думаете, как здесь быть человеком? И смотрите, ага, об этом, об этом, и об этом мне стоит беспокоиться. Это я не могу. В общем, выбираете, о чем беспокоиться. И подхватываете огромное количество точек зрения от учителей, от друзей, от родителей, от врагов, из телевизора. И вы делаете от своей точки зрения и создаете это как свою реальность, и как свою реальность с сущностями. И основная реальность многих людей с сущностями — это просто отключить это все восприятие. И у меня есть YouTube-канал, там бесплатные видео. И один из инструментов — это опустите свои барьеры. Если вы ночью и вам страшно, вам все равно будет страшно, но вы знаете, что будет страшно. И барьеры поднимаются. И когда я была парализована, я сидел в аэропорту, когда я приезжал в чужую страну, три часа сидела, пыталась выяснить, что мне взять — такси, автобус. И это происходило до тех пор, пока я не опускал свои барьеры и не задал вопрос, о чем я здесь осознанно. И оказывалось, что я осознанно о сущностях этого города, о точках зрения тех, кто здесь живет, о точках зрения мира и что происходит в мире. И у вас есть способность такая же быть осознанными обо всем, даже за пределами планеты. И это воспринимается легко или тяжело. Можете ли вы быть осознанны о другом городе? О городе Нью-Йорк сейчас? Можете ли вы быть осознанны о Южной Африке сейчас? Это странно. Можете ли вы быть осознанны о... О Луне? Что сейчас на Луне происходит? Можете ли вы быть осознанны о другой планете с другими существами на ней? И вам не нужно при этом видеть эти штуки, которые никогда не могут быть там доказаны вам. Вы просто опускаете барьер и признаете, что вы о чем-то осознанны. И клево, какая информация это, и что мне с ней делать. И если вы в комнате, и вы ощущаете, что там кто-то, опустите свои барьеры, неважно, как не было бы страшно. И вы когда опускаете барьеры, вам сначала энергия кажется страшной, а потом оказывается, что она на самом деле может быть даже красивой, и что она может быть вкладом для жизни. И даже если это страшной энергии, у вас есть вопросы, которые вы можете использовать. Три вопросы, которые вы можете задавать любой сущности. Вы хотите, чтобы клиринг повзаимодействовать или получить? Клиринг сущности через минуту расскажу, как делать. И вы можете спросить, может быть, одно из двух, из трех, или два из трех, или все три. И просто задайте вопросы и что-то попробуйте. Итак, клиринг. Немного люди говорят, я так, я сделал клиринг всем сущностям, и ничего не поменялось. Не все хорошо, не все плохо. Клиринг, он меняет, меняет энергию, так, чтобы сущность могла что-то другое выбрать в будущем. Это не обязательно, чтобы она исчезла. Итак, клиринг, клиринг для сущности. «Правда, кто ты?» «Правда, кем ты была до этого?» 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 «Правда, кем ты будешь в будущем?» Вы можете «Правда, кто ты?» «Правда, кто ты была до этого?» «Кто ты была до этого?» «Кем ты будешь в будущем?» Также вы можете спросить, какая ваша работа до этого, 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 какая ваша работа будет в будущем. Пожалуйста, заберите все свои магнетические импринты и багаж и ride wrong, bad, put, vocal, nice, short, boys and beyond. Это пример клиринга сущности. И этот клиринг, он на 70% сущностей работают, и 70% сущностей хотят, чтобы им прочитали, чтобы получить клиринг. Но есть часть сущностей, которые не хотят, чтобы получать клиринг. Когда вы спрашиваете, кто ты, сущность начинает получать осознанность о том, кто она, что она. Кем-то была до этого. Сущность начинает воспринимать, кем она до этого была. До этого она была этим, до этого этим, до этого этим человеком, этим человеком. Иногда это может быть другая форма жизни, другое существо. И задавая этот вопрос про прошлое, вы задаете этот вопрос, пока идет энергия. И финально вы задаете вопрос, правда, кем ты будешь в будущем. И тогда у сущности появляется возможность выбрать другое тело или куда-то улететь, чем-то заняться, чем они бы хотели. И не является неправильным быть привидением, если они тоже выберут это. И что, если бы у вас не было точек зрения о том, что хорошо это иметь тело или не иметь тело. Некоторые сущности могут хотеть быть на разных планах. Кто-то хочет быть на физическом, но если нет, то есть другие выборы. Сущности могут не хотеть иметь тело. И вы можете, если они захотят, вы можете их пригласить в том, чтобы они выбрали другое тело. И также сущности могут без тела, в окей, они могут захотеть остаться и здесь побыть какое-то время. И если вы не делаете их неправильными, они могут расслабиться и что-то выбрать. Иногда члены семьи как раз поблизости находятся. И просто выберите, что работает для вас. И если не работает, можете всегда задать вопросы. Итак, три варианта. Это клиринг, взаимодействие, разговор. Итак, про второе. Что-то сущность хочет мне сказать. Или она хочет, чтобы я с кем-то пообщалась для ней. И если вы на этом зуме, у каждого есть своя способность взаимодействия с сущностями. То есть, если вы оказались на этом зуме, значит, у вас есть какая-то способность с сущностями общаться с сущностями. Если вы готовы выбрать свою способность, если вы выберете ее и будете практиковать, тогда сущности начнут к вам приходить. Вы можете выбрать легкость с этим или нелегкость с этим. В общем, это ваш выбор, что вы выберете, легкость или нелегкость с этим, с этой способностью. Итак, общение. Так, сущности, они, как обычной речью, не разговаривают вслух. Один раз было, когда я полуснео находилась, но обычно сущности общаются через энергию и телепатически. Ваше воображение – это обычное не ваше воображение. Все чувства, эмоции, они приходят откуда-то. И сущности, они через это разговаривают. И если вам в какой-то день становится нехорошо, без причины, это хороший вопрос задать, это сущность. И вам будет легко или тяжело? Если легко, значит, ответ да. Если тяжело, скорее всего, нет. И большую часть времени сущности взаимодействует через картинки, эмоции, чувства, через взаимодействие, ощущение тела, через боль, через каком-то звук в ушах, через головную боль. В общем, много разных способов, как они могут взаимодействовать. Или вы просто заходите в комнату и как-то очень мрачно там. И тоже хороший вопрос задать. Это сущности или что-то еще? Сущности – это энергии, которые могут быть либо изменены, либо нет. Итак, и все, что вам не позволяет играть с миром сущностей, рассоздайте, уничтожьте, пожалуйста. Ride, wrong, bad, pod, vocal, nine shots, boys and beyonds. Для всех, кто впервые слышит проекцию Consciousness, это очищающее выражение. Есть сайт cleaningstatement.com, там можете почитать про очищающее выражение. Итак, общение. До того, как вы будете общаться и получать, вам нужно избавиться от страха сущностей и от всех сомнений, связанных с сущностями. Так что стоит рассоздать все страхи и сомнения с сущностями до тех пор, пока они не уйдут, и вы сможете с ними общаться. Потому что если они будут на месте, то вам сложно будет понять, что хотят сущности вам сказать. Итак, есть класс начальный, там очень много этого всего вычищается, страх и сомнений. И я все время осознанно о огромном количестве сущностей по всему миру. и я взял этот класс. И все мои неприятные ощущения от сущностей после этого класса ушла. И я могла путешествовать. Я и раньше могла путешествовать, но у меня всегда был страх. А потом он ушел. И я была, боялась темноты. И даже от этого страха я избавилась. И опускалась, смогла опустить мои барьеры. Итак, убирайте страх. Это номер один для взаимодействия с сущностями. Барьеры вниз. И не судите себя о том, где вы находитесь сейчас. Чем больше вы себя осуждаете, вы делаете твердую реальность сомнений. И вы получаете от Вселенной подтверждение того, в чем вы сомневаетесь. И создаете все свои сомнения о том, что вы можете получить. И ваши способности общаться с сущностями. Итак, все умеют петь, но кто-то поет лучше, кто-то хуже, а кто-то может брать классы и становиться лучше и лучше. И с получением на начальном классе, а не на начальном, а на продвинутом. На продвинутом классе я осознал, что такое получение. Это не то, что вы можете выяснить. Если вы думаете, то вы не можете получить. Если вы думаете, вы не можете получить. Получать. И если вы запустите ваши бары, это может помочь вам с получением. И сдвинуть с мертвой точки все эти фиксированные точки зрения, застрявшие. Также вы можете практиковаться с любым деревом или с растением. И задавать вопрос этому растению и смотреть, что возникает. И это тоже форма взаимодействия и получения. Когда вы выходите на улицу, получаете солнце, получаете ветер. Все получаете. Все, что готово быть вкладом для вас, просто получаете. И чувствуете благодарность за все, что вы получаете от Вселенной и все, что она хочет вам дать. это отличная точка, чтобы начать. И мы очень много говорим о получении в начальном классе. потому что не все сущности обязательно будут вкладом для вас. А есть сущности, которые дают вам очень мерзкую энергию, мусорную. И вы можете видеть, что этот мусор и говорить спасибо, но не надо. Получение – это тоже, что получать то, что для вас работает, а не все подряд. то есть это получение не про то, чтобы весь мусор получать от всех и что получать мусор от прохожих и нести его домой. Если вы это будете в дом все нести, ваш дом превратится в помойку. У вас всегда есть выбор, что вы можете получить. И всегда можете сказать «нет, спасибо». И это тоже получение вас. Некоторые сущности могут хотеть что-то от вас. Клиринг? Да, нет. Задаете вопрос. Общение. Хотят ли они вам что-то сказать или чтобы вы с кем-то поговорили? И получение. Что бы эта сущность хотела мне дать? Что бы эта сущность хотела бы от меня получить? И является ли это вкладом? Или это уменьшит мое будущее? Это создаст или уменьшит мое будущее? Итак, вопрос о некоторое время. я сталкивалась с рукой, которая меня постоянно меня как бы хватало. Когда я была ребенком, у меня тоже это было. Я говорил родителям. Но родители говорили «ты с ума сошла?» Нет. Но я говорил «только что кто-то меня тронул за ногу». Я смотрел вниз и там никого не было. Но я знал, что это происходит. И у меня не было этих всех инструментов о том, чтобы опустить барьеры. Итак, начальный класс помогает справиться со всеми страхами. И вы там получаете инструменты, где вы можете избавиться от всех точек зрения и можете сделать клиринг для всех этих моментов, опустить барьеры и задавать вопрос «это сущность?» Итак, окей, сущность, что бы ты хотела быть вкладом, получить клиринг или пообщаться? И дальше смотрите, что для вас ощущается легко. «это сущность» «это сущность» приходил, я закрывал глаза и говорил «нет, нет, это нереально». Все точки зрения и решения, которые мы сделали, когда были маленькими, что ограничивает наши способности с сущностями и ограничивает наше получение бытия, все это рассоздайте, уничтожьте, пожалуйста, и «бежен на блок» «зелёный раз», «райдеронг», «бед портпокал», «найдшот», «все», «быот», «бежен». «бежен». we have a bunch of questions from Russian chat. Information that comes from dreams is it also a communication with entities it's our capacities или тис информация который приходит из снов это же разговор сущностями ли это наша возможность from dreams during dreams is it talk to entities это хороший вопрос я люблю этот вопрос сны если вы делаете их слишком важными если вы о чем-то говорите и делайте это важно вы это ограничиваете и сны это один из это это действительно это точно могут быть сущности которые с вами общаются и они где-то происходят эти сны в каком-то измерении или времени в будущем или прочном прошлом и иногда вы там делаете то что вы не хотите с чем вы не хотите сталкиваться наяву и так все что с чем вы не готовы сталкиваться сталкиваться когда вы на его рассоздать и уничтожить пожалуйста райдан губы под поклоны шутбосе бьется люди делают себя неправильными за то что они не могут общаться с сущностями и поэтому вы делают это во время сна и везде где вы это помешивая перепутали расслаблять и уничтожить пожалуйста райдан губы под полка на же гости бьется расскажите пожалуйста о вошедших и так вошедшие это тема обсуждается на начальном классе и это очень большой большая тема вошедший когда когда вы как сущность родились в этом теле и в какой-то момент что-то происходит ну вы хотите умереть или какая-то травма драма происходит или другие причины и вы хотите покинуть тело и вы поднимаете руку над головой и говорите о не хочу и другая сущность влетает ваше тело и это вошедший и вы в этот момент все становится сложнее итак и первая сущность которая была в начале это вы иногда уходит и пытается найти другую другое тело и а иногда она уходит в сон характеристики вошедших иногда у некоторых тел много вошедших и признаки вошедших вы не можете вспомнить свое детство остальные подзабыла или вам сложно сделать решение или вы не можете сказать да или нет на все сомневаетесь то есть если вы возьмете класс мы идем через все вот эти этапы и и там происходит фасилитация чтобы человек осознал вошедшим он или нет и некоторые люди очень пугаются по поводу того что они вошедшие или нет и на моем классе которая проходила все были вошедшие а я не была вошедший было забавно и все что это подняло раз создайте уничтожьте райзан так это помогло объяснить что такое вошедшие вообще это было странное объяснение и и и и и так и и так я не вошедшие но у меня были у меня были другие сущности которые имели работу от меня и они были вокруг меня и и так что вы можете спросить сущности которые вокруг вас готовы ли они уйти и и с с с с этим темы класс тоже очень помогает очень это самый быстрый способ со всеми сущностями вокруг разобраться и и там не надо будет пить кровь змеи или что-то там из-за ненарога пить все без антуража и вот в общем по этой теме мы глубже уйдем на классе и и yes и а next one should i read clearing by myself or should i ask anybody anyone else clearing vxt вопрос задали clearing нужно самой читать или чтобы другой человек это делал Ну, что для вас будет веселее? Окей. Я использую чаще выражение клиринга в своей голове постоянно. Я постоянно читаю клиринг сущностям. Я делаю это для миллионов, миллиардов сущностей. Это очень имеет большую силу. Ну, что для вас легко воспринимает, сколько сущностей вы можете одновременно читать клиринга пять, сотни или тысячи. Вы можете это за один раз сделать на всей... Если вы хотите поработать со страной или с городом, то, может быть, вы захотите собраться с друзьями и прочитать клиринг совместно. Мы так делали для сущностей города и страны и действительно меняли энергию. Мы могли общаться также с духами земли. И, конечно, когда вы собираетесь с друзьями, это является большим вкладом. И в этом ключе классы тоже становятся гораздо мощнее. И чем большим вкладом вы являетесь, тем больше вам возвращается обратно. И все, что вам не позволяет это воспринимать, знать и будете получать, рассоздайте и уничтожьте, пожалуйста. Райдер англ, бэдпон, пока он найдет, шутбайс, бэйс, бэйс. Так, вопрос про портал. Так, и про порталы мы будем разговаривать на классе. Этот вопрос про портал никогда не получал ответ. Окей. Итак, разные порталы есть. Есть естественные порталы, которые на нашей планете, на нашем теле. Некоторые порталы были созданы. И обычно через этот портал что-то проходит. Итак, порталы бывают для демонов, для сущностей. Разные бывают. И каждый портал, который создан или придуман, вокруг этого портала обычно много сущностей. которые как стражи, и они не обязательно для вас полезны. И портал, если он для вас работает хорошо, если нет, то лучше. И это постоянный процесс, быть в вопросе, осознанным о сущностях. И это... Но все равно легче прочитать клиринг, чем игнорировать и блокировать всю эту энергию, которая идет. И ты так ясно объяснила? Спасибо. Окей, Russia back. Should we let our relatives that come to us go away? Like, if they come to us, like, to protect us as angel? Нужно ли отправлять родственников, которые пришли защищать, как ангел-хранитель? And if they came and silent, and I don't understand what they want. So they, as if they even also don't know what they want, and they make me headache. And so they, like, don't have any clear goal, what should I do in this case? Вопросы, если... Про родственников, которые пришли, если они пришли, молчат, и непонятно, что хотят, какая-то полная неопределенность, такое чувство, что хотят, а чего сами не знают, но при этом вызывают головную боль, им явно что-то надо, пришлось их долго выгонять, может, надо было по-другому спросить, они как будто пришли поразвлекаться, кино посмотреть, что в таком случае делать. Окей. Итак, ангелы, демоны, все духи, все эти вещи в большом количестве, очень много всякого, ну, лжи вокруг этого, и сколько путаницы, и в Библии, в общем, очень много всего этого. Ангелы называются демонами, и наоборот. И ангелы, на самом деле, не ангелы, а вот то ангелы, и это все перепутано. И все вот эти путаницы с тем, кто является ангелы, и кем они являются. И у Шеннона есть книга сущности света, и книга Шеннона, также разговор с сущностями, она там про это рассказана. И все, что является ангелом и существом света, они никогда не будут говорить вам, что делать, или делать вас неправильным. И ваши ангелы-хранители, и ваша команда вокруг, они для вас, но вам нужно им задавать вопросы. Они готовы быть вкладом по любому поводу, который вы хотите, но вам нужно задавать вопрос, спросить их. и другие сущности, которые воспринимаются как ангелами, и с кем вам не весело играть, вы можете попросить их уйти или попросить кого-то вас пофасилитировать, чтобы получить ясность с этим. 22 апреля будет у нас онлайн-класс. Со всего мира люди там будут, из России, из США, из Исландии, и мы будем глубоко погружены во все эти вопросы. И я лично буду фасилитировать, отвечать на все вопросы по поводу путаницы с ангелами, демонами, призраками. там большой кусок, который меняет много вещей. Окей. Also from Russian. What questions can I ask to plant? Какие вопросы я могу задавать растению? Plants. Plants, trees. Отличные вопросы. Вы можете спросить. Я вчера купил растение. Привет. Я на него смотрю сейчас. Я ему... Привет. Я так рада, что ты здесь. Каким я вкладом могу быть для тебя? Что ты хочешь показать мне? Любишь ли ты музыку? Сколько ты хочешь воды? Сколько света? Что ты можешь мне показать по поводу общения? Что ты можешь показать мне про свою сущность? И когда я задаю этот вопрос, она такая поменялась энергия. И я не могу это словами... Не могу это с вами описать. Сейчас я быстро вам покажу. Растение. Оно очень радо здесь быть. Такая божечки. Растение, они как котята, как щенки. Если вы опускаете барьеры и говорите привет, покажи мне себя. Нет неправильного вопроса и нет правильного вопроса. И все, что не позволяет вам просто получить за пределами слов. Рассоздайте, уничтожьте, пожалуйста. Right, wrong, bad, подбоком, на счет с бойцом бьется. Есть вопрос из России, а еще есть и вопросы из английского чата. Кто-то спрашивается. Насекомые приходят в квартиру. Могут ли они быть связаны с сущностями? Бары вы можете делать на себе. Оно работает, но если кто-то другой делает, это, конечно, лучше работает. Бары вы можете и я запускал себе бары вчера, когда смотрел фильм. Насекомые. Если все готово быть вкладом для вас, то какую информацию вы отказываетесь воспринять, которые насекомые вам хотят дать? Это очень крутой разговор, но у меня мало времени для этого, для этой темы. Итак, опускайте барьеры и задайте вопрос, что жуки хотят сказать мне и могу я это изменить? И хотят ли жуки быть наружи? и про курение я жила в Денвере, в Колорадо, где там одно облако из курящих вид какой-то, видимо, про травку разговаривают, я не уверен, что если кто-то курит, то он становится неосознанным и также привлекает сущностей. Так, и третий вопрос из английского чата. Ну, и если вы курите травку, я не имею осуждения, в общем, можете курить. У меня есть боли в челюсти, какой вопрос я могу задать? Итак, это боль ваша или лечить кого-то еще? Чья-то еще? Можете отправить с осознанностью отправителю райдеронг байпун пока наши бои следуют. Клево, что-то поменялось? Да. Да, я ощущаю тоже, что-то поменялось. это позапускайте какое-то количество раз, этот процесс. И иногда сущности так являются, так близко к вам находятся, что создают боли, вы можете попросить их отдалиться. Да, это работает, спасибо. так, на сегодня это все, 21 апреля будет класс, в онлайн-классе вам не нужен класс в начало, потому что он включен, это семь звонков. И кажется, мы закончили, потому что мой мозг поджарен. Всем спасибо большое за то, что вы здесь, и что мы изменили просто с этим звонком. И это пока все, всем всем пока. Так, а вопросы, которые не ответили, еще можно в чат общий задать, и там Элисон потом их ответит. Так, все, наш Zoom завершен, всем спасибо и хорошей ночи. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо.